Мы знаем, что при упругом соударении тела одинаковой массы обмениваются скоростями. Запустим две одинаковые тележки навстречу друг другу. Синюю медленно, а красную быстро. После удара обе тележки едут назад, причем синяя быстро, а красная медленно. А как будет происходить упругое столкновение тележек с разными массами? Ответ на этот вопрос в 1668 году независимо нашли трое ученых – Джон Валис, Кристофер Рен и Христиан Гюйгенс. Они установили, что в таких столкновениях всегда сохраняется суммарный импульс движущихся тел. Импульс тела равен произведению его массы на скорость. Импульс является векторной величиной, и его направление совпадает с направлением скорости. А закон сохранения импульса при взаимодействии двух тел записывается вот так. Продемонстрируем закон сохранения импульса на опыте. Для этого измерим скорости тележек с помощью ультразвуковых датчиков и посчитаем их импульсы, умножив скорости на массы. Синий и красный графики показывают, как менялись импульсы тележек в процессе их столкновения. А зеленый график показывает сумму двух импульсов. Видно, что в процессе удара она практически не менялась. Рассмотрим еще несколько характерных ситуаций столкновения. В этом опыте легкая тележка стоит неподвижно, а тяжелая налетает на нее. После удара легкая тележка приобретает заметную скорость, а тяжелая продолжает двигаться в ту же сторону, хотя и с меньшей скоростью. Изобразим стрелкой импульс тяжелой тележки до удара. После удара она передала часть своего начального импульса легкой тележке, так что суммарный импульс остался прежним. А теперь пусть тяжелая тележка стоит неподвижно. Легкая тележка после столкновения отскакивает назад, а тяжелая едет вперед. Легкая тележка до удара имела некоторый импульс. После удара она движется в обратную сторону с меньшей скоростью, так что и ее импульс тоже направлен в обратную сторону. А суммарный импульс двух тележек остается прежним, так что импульс тяжелой тележки оказывается больше начального импульса легкой тележки. А теперь проведем эксперимент с тележками, которые после удара сцепляются друг с другом. Такое соударение называют абсолютно неупругим. Запустим одинаковые тележки навстречу друг другу с равными скоростями. После удара они остановились как вкопанные. В нашем опыте импульсы тележек были равны по величине и противоположно направлены. Так что суммарный импульс был равен нулю как до столкновения, так и после него. Закон сохранения импульса объясняет явление отдачи ружья. Пусть навеска дроби массой 30 грамм вылетает из ствола со скоростью 400 метров в секунду. Само ружье приобретает такой же импульс, направленный в противоположную сторону. Масса ружья в 100 раз больше, значит его скорость будет в 100 раз меньше, 4 метра в секунду. Это довольно большая скорость. Если приклад ружья не прижат к плечу, он больно по нему ударит. Прижимая ружье к плечу, охотник прибавляет к его массе массу собственного корпуса и уменьшает скорость отдачи.